Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. За выходные помощь сочинских спасателей потребовалось пять раз. За одним из пострадавших пришлось отправиться на вертолете. В Сочи начали формировать список дорог, на которых начнется ремонт в ближайшие два года. Предварительный список представили общественникам. Сельская школа готова принять не только детей, но и родителей. Что такое точка роста, главе Сочи рассказали в 29-й школе. Губернатор Кубани с рабочей поездкой побывал в Темрюкском районе. Там Вениамин Кондратьев осмотрел винодельческий комплекс в Станице Голубицкой. Главе края показали цеха, подвалы, где хранится благородный напиток и виноградники. Также губернатор провел расширенное совещание по развитию винодельческой отрасли. В нем приняли участие вице-губернаторы, профильные министры, руководители департаментов, а также фермеры, аграрии и производители. Исторический момент. Одна из первых партий вина разливается в бутылки. На предприятии в Станице Голубицкой этого момента ждали почти 10 лет. Именно столько времени ушло с момента закладки виноградников до появления на свет самого напитка. Здесь же неподалеку собственные терруары. Уникальное расположение между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом позволяет постоянно продувать саженцы ветром, что делает виноград здоровее и вкуснее. Венемину Кондратьеву показывают бескрайние плантации. Отсюда получат элитное вино. Для нас более приоритетно именно вина в более высокой ценовой категории производить. Потому что у нас упор на качество однозначно. У нас упор на то, что вина все маносортовые. Для нас очень принципиально важно, чтобы у нас и виноградники, и виноматериал, и вино было различного уровня на Кубани. И премиум класса, и массового потребления. Потому что рынок мы должны максимально накрыть, как говорится, своим вином. В любом случае то вино, которое произведено из нашего кубанского винограда, виноматериала, оно не может быть некачественным. Поэтому неважно, какой оно будет, премиум класса, либо широкого потребления, оно все равно качественное. И это сегодня наша стратегическая задача, чтобы на рынке региона и страны была качественная кубанская вина. Каберне-савиньон, мерло, пино-нуар, шардоне, рислинг – благородный напиток. Здесь получают из наиболее популярных сортов винограда. В подвалах, в дубовых бочках вызревает окончательный, неповторимый букет. Вот здесь, в таких бочках, рождается, это же, наверное, не кубанское, а российское элитное вино. Это принципиально важно, что сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, в России появились такие предприятия, еще раз подчеркну, с возможностью выпускать высококачественное, высококачественное российское вино, которое может, я уверен, конкурировать, в том числе и на мировых рынках. Притом, конкурировать, в том числе и в цене. Соотношение цены и качества будет в сторону Кубани, в сторону России, безусловно, в пользу России и в пользу Кубани. Вот здесь наше важное конкурентное преимущество – соотношение цены и качества. Правда, отношение к российскому вину отечественного потребителя не всегда однозначно. Изменить его можно в том числе и такими экскурсиями по производству. Попасть в эти залы смогут и обычные туристы. Здесь все по последнему слову техники. Современные аппараты, наряду с традиционным и даже консервативным подходом, дают тот результат, за который потребитель готов голосовать рублю. У вас процент роботизации какой сегодня? Только линия розлива у нас выдает показатель в районе 80% роботизации. В части виноградников у нас роботизации практически никакой нет, кроме сельхозтехники, которая применяется. Причем у нас присутствует и ручная сборка урожая высокой доли. И все, что касается внутреннего оборудования нашего завода, то далее линии розлива мы в принципе не можем выйти по уровню роботизации. Я просто советую, что вы не отказываетесь от ручной сборки. Ни в коем случае. Потому что если ее сохраните, сохраните людей, которые профессионально могут собирать виноград, это завтра ваше будет конкурентным преимуществом. Поверьте, конкурентным преимуществом. Потому что, когда все будет в роботах, то человек все равно будет отдавать определенные предпочтения там, где есть человеческий труд. Когда совсем другой будет продукт и совсем другое будет вино. Тем более, если вы говорите о премиум-классе. Изысканное здание станичной винодельни будто отсылка к классическим итальянским хозяйствам. Именно здесь губернатор провел совещание по развитию отрасли. Так как на Кубани производят почти половину всего вина в России, можно сказать, что на встрече обсуждали будущее в рамках всей страны. Тут собрались и небольшие семейные предприятия, и самые крупные игроки рынка. С надеждой все ждут новый закон, который в окончательном чтении должна рассмотреть Государственная Дума. Если его одобрят, те, кто производит вино из собственного сырья, получат дополнительные преференции. Акции снизят до одного рубля за литр. За такие послабления в регионе бились несколько лет. Правда, есть те, кто считает, что Краснодарский край в этом случае потеряет огромные налоги в бюджет. Виньмин Кондратьев же уверен, это позволит повысить качество кубанского вина. 2,5 млрд. мы также считаем, что это не выпадающий доход. Это те реальные инвестиции, которые государство делает, вкладывает сегодня в виноградарство и, естественно, виноделие. Притом для тех, кто будет разливать вино из импортного виноматериала, вы сами знаете, акцизный налог будет составлять от 18 до 31 рубля. То есть вот тут конкурентное преимущество, какое угодно преимущество, оно здесь даже неоспоримо. Это беспрецедентный шаг, я считаю, сегодня президента, правительства, Госдумы для того, чтобы поддержать виноградарство и виноделие. Наше отечественное, российское. Помимо снижения налоговой нагрузки, помощь приходит и в виде государственных субсидий. Только в этом году в Краснодарском крае на развитие виноградарства предусмотрено 814 млн. рублей. Деньги, например, можно потратить на установку шпалеры или уходные работы. Это позволяет выращивать хороший виноград, а значит делать качественное вино. Пожалуй, главную составляющую культуры потребления благородного напитка. Хочется отметить то, что большая часть производителей идет вперед со временем, и уже проблема того, что в вине присутствуют какие-то неприятные тона, это все уже потихоньку уходит на задний план, но все равно есть над чем поработать. И речь здесь не только о качестве самого напитка, а виноградарства и виноделия – это во многом философия и особый взгляд на жизнь, который последние годы пытаются прививать на Кубани. Производство не просто как бизнес, а как настоящие человеческие ценности. И самое большое дело, которое мы сегодня делаем, мы сохраняем рабочие места, мы даем сегодня возможность людям чувствовать себя социально защищенными. И мы сегодня социальные партнеры, каждое здесь присутствующее предприятие уверенно на 100% является сегодня социальными партнерами и администрации, и школ, и учреждений. Говорили, конечно, и о культуре потребления вина. Сейчас это не алкогольный напиток, а сельскохозяйственная продукция. Это приучить людей к качественному товару. Задача комплексная. В первую очередь необходимо делать собственные вина высокого уровня. Тогда уже сам покупатель не захочет видеть на полках магазинов бутылки с контрафактом. Если мы хотим общественную нетерпимость, то общественную нетерпимость нужно создать посредством общественности. По-другому никак. А общественность должна быть вот там, там, где это все продается. И сигнализировать, давать информацию. По большому счету, а мы вовремя эту информацию получить, естественно, и быстро купировать. Полностью поддерживаю. А по-другому никак. По-другому никак. Вот тогда попытаемся таким образом делать. Тогда, когда ежедневно кто-то будет все время приезжать, не от рейда к рейду, а нужно перейти к системной, еще раз пучку, ежедневной, ежечасной работе, где появилось, начали заводить, продавать этот шмурдяк. Тут же, мгновенно, полчаса, и уже точку эту должны не прикрыть, а закрыть. Вот и все. Тогда-тогда уже не будут. Не будут, потому что нетерпимость, общественная нетерпимость. В текущем году в Краснодарском крае планируют заложить почти 2,5 тысячи гектаров новых виноградников. Таких размахов отрасль в регионе еще не видела. Упор сделают и на развитие собственных селекционных станций для саженцев, чтобы кубанское вино было кубанским полностью, от ростка в земле до последней капли. Продолжаем выпуск. За выходные помощь сочинских спасателей потребовалось 5 раз. Заблудившихся туристов искали в районе горы Сахарная. Из реки Мзымта эвакуировали тело погибшего мужчины и спасали тонущего в реке Сочи. Также в субботу в спас отряд МЧС от руководителя зарегистрированной туристической группы поступило сообщение о том, что на кордоне Умпырь одному из участников похода стало плохо. Ему необходима срочная госпитализация. Группа следовала по маршруту кордон Пслух, перевала Ишха, кордон Умпырь, кордон Чернореченский. Вертолетом спасатели МЧС эвакуировали 65-летнего сочинца на базу отряда в Сочи. Там пострадавшего передали врачам. К другим новостям. Момент аварии с участием автомобиля и мотоцикла попал на камеры наружного видеонаблюдения. ДТП случилось в воскресенье днем на улице Пластунской. Видно, как водитель отечественного автомобиля, а это машина голубого цвета, двигается по трассе. В этот момент мотоциклист пытается обогнать поток и врезается в вас. От сильнейшего удара мотоциклист перелетел через машину и упал на встречную полосу. Ему потребовалась медицинская помощь. В Сочи начали формировать список дорог, на которых начнется ремонт в 2020 и 2021 годах. Предварительный список вынесли на обсуждение общественности. Руководитель городского департамента транспорта и дорожного хозяйства встретился с председателями ТОС. Задача председателя ТОС – донести информацию до жителей своих микрорайонов, что они могут принять участие в формировании списка дорог, нуждающихся в реконструкции. Напомню, в Сочи идет масштабный ремонт дорог, включая муниципальные, в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Сегодня асфальтовое покрытие меняют одновременно на 29 улицах. О качестве ремонта сочинцы судят по центру курорта. Самыми заметными для горожан стали работы на улицах Островского и Конституции. Но именно тогда у многих жителей возникла масса вопросов, в том числе к составителям списка дорог. По мнению некоторых сочинцев, здесь асфальт и без того был хорошим. Почему эти улицы все же попали в список, общественникам объяснил директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства. Мы не меняем старый асфальт на новый, или там хороший на лучший, как пишут в соцсетях. Мы меняем тип покрытия. У нас был обычный асфальтобетон, мелкозернистный асфальт, который мы меняем на щема, щелочномастичный асфальтобетон. Это та, ну скажем так простым языком, тот асфальт, который в основном используется на дорогах первой, второй и третьей категории. То есть федеральной дороге с наибольшей интенсивностью движения. Он более эластичный, поэтому срок его службы 10 лет минимум. Те улицы нашего города, которые попали именно в агломерацию, улицы в первую очередь с интенсивным движением, то есть такие основные, скажем так, транспортные артерии любого города. Соответственно, в агломерацию попадают улицы, где ходит общественный транспорт. Нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги рассчитан на 6 лет. В этом году он реализуется впервые. Городу на ремонт дорог ежегодно будет выделяться 830 миллионов рублей. Взамен в Сочи должны снизить количество аварийно-опасных участков. Ну и довести процент дорог, соответствующих нормативам, до 85. Мы активную политику ведем, начиная от Анатолия Николаевича Пахомова, который отдает эти поручения, заканчивая нашим департаментом. Например, в Новороссийске на город Новороссийск выделяется в год 550 миллионов рублей. Поэтому вот пока 830, почему говорю пока, может быть будет больше, но больше эта сумма в последующие годы может быть только на так называемые капитальные вложения. Уже в августе строители сдадут капитально отремонтированный участок дороги на улице Леселидзе в селе Пластунка. На капремонт двух километров дорожного полотна выделено 80 миллионов рублей. Это самый дорогостоящий в этом году проект. Эта дорога станет первой капитальной в селе. Ведет она к местному кладбищу. К тому же здесь десятки домов. Сдача запланирована на 25 августа. Со временем в эту часть нижней Пластунки начнет ходить и общественный транспорт. А еще капремонт автодороги запланирован на улице Рахманинова в центральном районе Сочи. Срок окончания работ по контракту 15 декабря. В целом, общественникам рассказали, что именно проводится сегодня в Сочи в рамках нацпроекта. Но все же главная задача – обсудить перечень дорог, планируемых к ремонту в ближайшие два года. Контракт на выполнение работ будет заключаться уже в этом году. Очень много километров дорог асфальтировано. Крымская, Целинная, Плеханово, Щабулская сейчас полностью ремонтируется, Полтавская. Улиц много сделано. Но, тем не менее, у нас есть такие отрезки дорог, кусочки, которые с улицы не видно, как говорится, с таких общественных мест. А людям туда темно, деткам ходить, в школу. Улица Красноармейская, вы знаете, одна из таких оживленных улиц, где большая проходимость транспорта. Недавно, значит, взяли за ремонт и отремонтировали. Отлично привели порядок. Пожелание было от нас межквартального проезда, то есть между домами, вот, скажем, на Средном бульваре. У нас была большая проблема по улице Краснодонской, переулке Бараташвили, Аликске. Но сейчас уже эта дорога сделана. Остались, конечно же, дороги между домами, придомовые дороги. Мы сейчас тоже работаем над этим вопросом. Мы подали уже все заявки. И вроде бы, ну, в этом году, если нет, но в следующем году уже часть дорог будет сделана. И это большая радость для нашего микрорайона. Перечень дорог, требующих ремонта, будет окончательно утвержден в конце августа после завершения интернет-голосования среди сочинцев и по результатам общественных слушаний. Голосование будет проходить на сайте администрации города от активной позиции каждого сочинца и будет зависеть, какие микрорайоны смогут в ближайшие два года гордиться обновленными улицами. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 6 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 22-24 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Сельская школа готова принять не только детей, но и родителей. Что такое точка роста, о главе Сочи рассказали в 29-й школе. Анатолий Пахомов сегодня осмотрел, насколько адлерские учреждения образования готовы к началу учебного года. В Адлере 17 школ, в них обучаются 19 тысяч школьников. Условия учебы должны быть комфортными, ставят задачу глава города. В 27-й школе делает сразу ряд замечаний. Впереди еще полмесяца, чтобы обновить коридоры и классы. С завтрашнего дня здесь должны быть строители, которым вы четко покажете, что вам надо сделать. Их будет несколько человек. То есть то сделать, то сделать и то. Если нужны деньги, скажете, они тоже найдут их. Понятно? В целом школа города отремонтирована на 90%. Не отстают и сельские. В селе Голицыно учителя показали, как подготовились к новому учебному году. Уютно, чисто, светло. Правда, здание одноэтажное. Анатолий Пахомов рекомендует расширить территорию вокруг школы, чтобы было где детям погулять. Надо запланировать и строительство здесь новой школы, отметил глава города. Ремонтом сейчас никого не удивишь, а вот инновационными программами можно. В Нижней Шиловке директор школы номер 29 Зинаида Николаева первая в Сочи внедрила точку роста. Это центр образования цифрового и гуманитарного профиля в рамках федеральной программы «Современная школа». Для детей очень много. Кроме шахмата, мы получаем хилиокоптеры, мы получаем видеооборудование. Единственное, что я еще попросила край, чтобы предусмотрели, что нам необходимо программное обеспечение для видеооборудования. То есть мы-то его получаем, мы согласны снимать фильмы, мы будем это делать, но его надо демонтировать. В отремонтированных кабинетах разместилась шахматная гостиная, 3D-принтеры, различные манекены для уроков ОБЖ. Будет здорово, потому что наши ребята смогут изучать углубленно такие предметы, как ОБЖ, технология, информационные технологии. Вот в этой точке роста. Будет создан каворкинг в каждой школе. Это возможность заниматься, зонированное помещение, возможность заниматься сразу несколькими работами. В эту школу пойдут не только дети, но и их родители. Здесь также будет реализовано две программы для взрослых. Компьютерная грамотность для тех, кому за 50, и говорить правильно за чашкой чая. Я уверенно могу сказать, что школы города Сочи к учебному году будут не только готовы на 100%, они будут еще и переоборудованы, и они будут еще новаторскими школами. В этом году в трех школах Адлера уплотненность достигла максимума. В каждой из них более 2000 учащихся. Анатолий Пахомов отметил, город сейчас активно решает этот вопрос. К школам пристраивают дополнительные корпуса и проектируют новые учреждения. В следующем году свои двери откроет новая школа в Амеретинской долине. А корпус школы на 400 мест начнут строить в поселке Красная Поляна. Елена Овсея, Цена Максим Кавригин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Три миллиона рублей за самую быструю езду в Краснодаре разыграли главный приз в скачках на Кубок губернатора. В основном заезде сезона участие приняли 13 лошадей. Обязательное условие – все скакуны должны быть рождены в Краснодарском крае и Адыгее. За состязанием с трибуны наблюдал глава региона. Расстояние заезда составило чуть меньше 2,5 километров. Победителем стал жеребец по кличке Вистмус из Новокубанского района. Победителей на сцене поздравил губернатор. Вениамин Кондратьев вручил заслуженную награду Жакею самого быстрого скакуна. Я отметил, что конный спорт в регионе – это продолжение исконно кубанских традиций. Наши предки-казаки не представляли своей жизни без коня, своего надежного друга. С ним они сражались в бою, и с ним же они работали в поле. Казачат с раннего возраста учили держаться в седле, чтобы они выросли настоящими мужчинами, чтобы они выросли настоящими защитниками своей земли. А наша Кубань, наш край славились своими породистыми лошадьми, которые во всем мире ценились за быстроту, выносливость, силу и красоту. Считалось, что в их крови настоящий казачий огонь и настоящая казачья дерзость. Наш край является лидером в России по развитию коневодства. За этими большими достижениями стоит упорный, огромный, ежедневный труд людей, которые смыслом своей жизни ставят в том числе и возрождение скаковых традиций, которые были, есть и должны быть на нашей земле. Сегодня в Краснодарском крае в хозяйствах насчитывается больше 10 тысяч лошадей. Самая распространенная порода – чистокровная верховая. Сегодня конный спорт в нашем крае стал доступным. И многие мальчишки, девчонки сегодня могут заниматься этим спортом. А в казачьих, кадетских корпусах конный спорт является обязательным предметом. Поэтому казачья удаль, отвага, стремление к победе и сегодня живут в нашем подрастающем поколении. Развивая коневодство, мы сохраняем традиции, которые позволили нашим предкам выжить, победить и создать красавицу Кубань. А значит, мы можем растить уже своих детей на основе настоящих ценностей. Всего в прошедший состязательный день на Краснодарском ипподроме состоялось 10 заездов. Золотой резерв волейбольной сборной. Две кубанские спортсменки добывали победу Всемирной универсиады в составе российской студенческой команды. На соревнованиях в Неаполе девушки уверенно выиграли финал у хозяев турнира итальянок со счетом 3-1. Чемпионок универсиады Ольгу Зубареву и Ангелину Сперкайта из клуба «Динамо» поздравил президент Краевой федерации волейбола, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он отметил, что это не единственное достижение кубанских волейболисток в сезоне, и командные виды спорта находятся на высоком уровне в регионе. В последнее время уже стало доброй традицией. Мы встречаемся тогда, когда воспитанницы нашей команды занимают призовые места. На самом деле, это очень хорошая традиция. Мы верим в вас. Мы знаем, что волейбол в Краснодарском крае, наш клуб «Динамо», он на самом деле лучший, потому что об этом говорят заслуги, результаты. Поздравления принимали и другие игроки команды. Екатерина Пипунырова, Есения Мишагина и Ольга Зверева взяли бронзу чемпионата мира в составе молодежной сборной России. А Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вернулись с победой из Португалии. Там они выступали на этапе мирового тура по пляжному волейболу. 300 километров на 4 дня. Такая дистанция в планах у бегунов-ультрамарафонцев Михаила Беленко и Армена Назаряна. Забег по маршруту Краснодар-Сочи они начнут 19 августа и каждый день будут преодолевать 75-80 километров. Спать спортсмены будут в палатках, а опубликовать актуальные новости в Инстаграм с хэштегом 300 километров за 4 дня. Марафонцы хотят доказать на деле, что физические возможности человека безграничны. Самим им это хорошо известно. В прошлом оба имели серьезные проблемы со здоровьем, но сейчас благодаря регулярным тренировкам ведут полноценную активную жизнь. Финишировать бегуны планируют 22 августа на Южном Малу Сочинского морпорта. Сочинцы первыми увидят то, чему будет рукоплескать Италия. Артисты циркового шоу «Баронеты» не только успешно гастролируют на курорте, но и готовятся к международному фестивалю. Он пройдет в Италии в октябре. 40 тысяч человек уже увидели это и не пожалели. На Сочинской арене до 25 августа продолжаются гастроли шоу «Гейрадзе Баронеты». С ним артисты побывали в 25 городах России, а также завоевали более 20 международных наград. Для Сочи трехчасовое шоу дополнили новыми номерами. Первый – это журавли, обновленная версия воздушного полета из советского цирка. Второй – золотые рыбки. Манеж превращается в гигантский аквариум. Гимнастки попадают в сети и под куполом цирка выполняют головокружительные трюки. Номер готовил я специально для Сочи, потому что это морская тематика, это рыбки, это какие-то морские обитатели, это вода, это корабль. Шоу постоянно обновляется. В рамках сочинских гастролей подготовлено уже 4 новых номера и готовится к выпуску еще один с гимнастами на турниках. С этими эксклюзивными номерами артисты шоу будут представлять Россию на международном фестивале в Италии. Он пройдет в октябре. Но первыми, кто увидит, на что способны профессионалы, станут зрители в Сочи. Неповторимый стиль гейрадзе читается в каждом номере. 120 артистов в шикарных костюмах, трюки, на грани фантастики. Невеста грациозно вращает 40 хула-хупов, балансируя на шаре. А победители минуты славы, силовые акробаты-братья Варданян стали шахматными королями и исполняют уникальную стойку на кинжалах. Шоу «Баронеты» – это огромное разнообразие животных и новое слово в дрессуре. Медведи скачут верхом на коне, а хрупкие девушки на бешеной скорости пролетают под копытами коней. Уникальный аттракцион Людмилы Сурковой. Принцесса цирка подтверждает свое звание. Отважно входит в клетку с одиннадцатью хищниками. Для финала шоу мирового уровня специально записали песню в исполнении Филиппа Киркорова. У нее говорящие названия, аплодисменты. Овациями зал стой провожал артистов после каждого представления. Шоу «Гейрадзе» «Баронеты» пробудет на гастролях в Сочи до 25 августа. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.